Не хотите так кушать? А что хотите? Киттикет? Да? Идем-идем. Приятного аппетита! Всем доброе утро! Я сегодня спала до трех часов дня. И спала бы еще дольше, если бы у меня не будили звонки. Я проспалась часов в девять, поела вещь-пакет, я вам записывала видео, и снула. Так великолепно! И очень удивительно, что никто не пинал меня. Котики даже меня не будили, чтобы я их покормила. Хочу сейчас себе приготовить свежевыжатый сок из апельсинов. Очень мне хотелось чего-то такого кисленького. У меня вот такая небольшая соковыжималка, шнековая. Сказывала я ее на ВБ. Кстати, она не очень дорогая. Кисель Алексей для чего-то купил. Вчера я Алексея отправила ночью за апельсинами, и очень хотелось свежевыжатый апельсиновый сок. Сейчас мушка нам не подходит на расстоянии метра, держимся друг от друга, потому что он заболел и хочет нас заражать. А если я сейчас заболею, то это будет просто жесть. В последний раз в беременность я болела, и я чуть не померла. Мне было жутко плохо. Тогда ребенок еще только начал пинаться, и я не понимала вообще, что происходит. У меня тогда был тонус матки. В беременности в два раза больше ты ощущаешь болезнь. Мне было безумно плохо, поэтому я стараюсь сейчас не заболевать. До беременности года два или три я вообще ничем не болела. А была заложенность носа от клея, а так вообще, в принципе, ничего такого не было. Здесь я соберу соковыжималку. Собирается она очень просто, но разбирать я ее не умею. Здесь нужна очень сильная рука, чтобы разобрать соковыжималку. Сейчас я помою апельсины и почищу их. До беременности, кто видел прошлые мои видео, занималась лечебным голоданием, занималась йогой. Я уже не употребляю алкоголь ровно год, ни коктейли, вообще ничего. Алексей еще может себе позволить взять пиво. Ну, как он обычно это делает. Берет пиво на разлив, приносит его домой, хочет позвать своих друзей, но никто не может. В итоге это пиво лежит в холодильнике, он его выливает. Либо берет пиво, как в фильме «Форсаж». Кто смотрел этот фильм, наверное, знаете, какое пиво они рекламируют. И во всех магазинах есть это пиво. Берет это пиво и идет к брату. Они выпивают, но не в больших количествах. Мне безумно повезло с мужем, потому что он вообще не пьет. Его родители не пьют. Категорически против алкоголя и против алкоголя в семье. Папа у меня такой тоже дожник. В общем, мы за здоровый образ жизни. И ребенку своему мы это обязательно будем показывать своим примером. Не обязательно употреблять алкоголь, чтобы быть нам веселе. Ну и, конечно же, каждый день я разбираю, собираю посудомойку. Из двух апельсинов получилось вот столько свежевыжатого сока. Бокал 250 миллилитров или 200. Ну, полный получился. Я загружу, если смогу, конечно, это вот все снять. Эту всю конструкцию, потому что она здесь как-то застревает. Видите, апельсин. И тяжело снимать. Кстати, грильницу Алексей тоже моет в посудомойке. Я сняла вот эту всю конструкцию. На удивление, в этот раз это мне далось намного проще. И мне не нравится то, что, видите, здесь от апельсина остаются кусочки. И они никак не убираются. Нужно брать зубочистку и прокалывать здесь. Не очень хорошо она отмывается. Попробуем в посудомойке, но я не уверена, что посудомойка справится. Еще сюда мы вложим половинку таблетки. Если я вложу большую таблетку, вся посуда в мыле оказывается. Чаще всего мы ставим на 60 минут, не больше. Ммм, безумно вкусно. Еще бы сюда лимончика добавить. Как-то странно у меня котики питаются. Они сначала поедят, потом сидят в таком положении. А как курочки сидят. А кошка всегда просит разрешения, чтобы запрыгнуть на диван. Коту этого не нужно. Кот. Видите, как он запрыгивает, даже не спрашивает. Можно ему, нельзя на диван. Его невозможно от этого отучить. Это Кисуня, а это Коти. Все, у них нету имен. Очень многие удивляются. У нас жил его папа, и его звали Интеллигент. Чтобы не было скучно коту, взяли кошечку. На Авито или на Юле, я уже не помню точно. Вообще, нам скидывали фотки молодого котенка, а приехала вот такая вот женщина. Нам ее привезли в закрытые коробки. Потом только, когда домой занесли, увидели, какая толстушка. Она сразу как-то прижилась. Но в доме у нас хозяин кот. Стиральную машинку уже постиралась. Я, кстати, собираю сегодня вещи в роддом. Уже все перестирала. Мне осталось сходить в аптеку, взять присыпку для малыша. Крем под подгузник и детское мыло. Это все, что осталось мне купить в сумку для роддома. Это видео можно назвать день сурка. День беременного сурка. Каждый день одно и то же. Здесь даже и музыка не нужна. Включаю свой сериальчик. Сейчас я смотрю Castle. Костя, кстати, я досмотрела до конца. И несу это все сушиться в спальню. Заправляю постель, как всегда. И буду с нетерпением ждать уже с работы. Решила приготовить супчик. Обычный куриный. Здесь у меня бутербродики с рыбкой. Не понимаю. С печенью трески. Салатик из домашних овощей. Сегодня мы поедем в шпино еще. Класса-то. Давай сюда. Все, мы собрались гладить рубашку. Не мужу, не себе я не буду. Потому что... Не оглажно. Нас в темноте все равно никто не рассмотрит. Вот такие мы красотки. Мы идем с мужем на свидание. Я надела свой самый удобный корсет. Как раз уезжает. Спасибо. Спасибо. Оп. Оп. Субтитры делал DimaTorzok Дочка вон как давно не навещала Мам, прекрати, я по делу Излагаю родную кровь Так, проблема такая